Саша, с победой. Твои комментарии по сегодняшней игре. Хорошая игра в нашем исполнении. Считаю, полностью переиграли соперника. И как и только вырвали победу во втором тайме. Просто без шансов. Полностью переиграли, как я уже повторюсь, соперника. И не оставили шансов, считаю. Просто нелепая ошибка наша привела к голову. А так, ход матча, что в первом тайме просто не реализовали свой момент. И что во втором наконец-таки дожали и реализовали, как говорится. И считаю, что матч полностью по нашим контролям. Поэтому не было ни капельки сомнений, что мы сегодня выиграем. Команда создала очень много моментов. На твой взгляд, чего не хватило, чтобы забивать еще больше и больше? Ну, как хочется сказать, исполнительское мастерство. Но вроде исполнительское мастерство у нас есть. И команда хорошая, подобрана. Ну, слава богу, что забили. Наконец-таки, как сказать, итог наших атак хороших. Выплатился забитый гол и мы сегодня победили. Если выражаться терминами дворового футбола, в первом тайме ты выбил сотку, попав в перекладину. Опиши этот момент. Как это произошло? Ну, честно, исполнял. Я просто бил ворота и увидел, что они хорошо приняли. Мяч вроде лежал. Но, как мне показалось, что мяч чуть из-за неровности поля чуть подскочил. Видно, там или вырвали, или что. И он полетел по такой радуге. Ну, не так хотел пробить. Хотел просто направить его в ворота пустые и все. Впереди у Гомеля сложный календарь. Очень плотный календарь. Матч с Батте, с Минском, с Динамо, Минска. Какие ожидания и как из команды готовятся? Да, нам лучше играть, честно. Потому что сейчас такой был календарь, что очень много паузы на игры сборные, паузы в чемпионате. Мы уже скучились по играм. И, честно, со всеми хочется играть. И с Батте, с Динамо, с Минском. Не важно с кем. Главное играть. А там уже как Бог даст, так и такой результат и будет у нас.